Неужели это совершится и наконец-таки ветераны игры World of Tanks возрадуются? Или же всё-таки разработчики в очередной раз подсунули нам свинью? Давайте же разбираться. Новые изменения в игре World of Tanks уже тестируются и скоро мы, скорее всего, увидим их в игре. Ну и посмотрим, решили ли разработчики главную проблему игры. Ну а спонсор данного видео сайт wadkit.ru. На данном сайте ежедневно разыгрывается 5000 золота без проблем. Также, ко всему прочему, данный сайт позволяет вам выиграть премиум танки 8 уровня и довольно большие суммы в голде. Ссылка на сайт находится в описании под этим видео. Там же находится промокод. Кстати, вот победитель, который выиграл в прошлом видео голду. Если хочешь выиграть, ставь лайк, подписывайся на канал и в комментарии не забудь указать ссылку на профиль ВКонтакте. Итак, ребята, разработчики наконец-таки взялись за главную проблему World of Tanks. И это, конечно же, баланс. Баланс в игре это такое значение, что кажется порой, что вот-вот-вот, сколько можно меня кидать вниз списка? Или как вообще можно так вот забалансить танки? Все это как раз про плохой баланс в игре World of Tanks. Не понаслышке, наверняка вы о нем знаете. Хотя, конечно, во многом тут немножечко субъективно, потому что каждый по-своему будет судить, насколько баланс хороший или наоборот плох. Но в любом случае большинство игроков, я думаю, считают, что баланс действительно в игре хромает. Так вот, разработчики наконец спустя много лет решили, в общем-то, эту проблему как-то взять и немножечко подправить. Потому что сейчас, ну, действительно, особенно льготные танки страдают. Да и вообще восьмерки часто попадают против более сильных противников, против десяток. Ну, ладно, если бы это было там, не знаю, изредка, но это практически всегда. То есть на восьмерках играешь и просто одни нервы, потому что постоянно союзники сливаются, а ты затащить, ну, попросту не можешь, потому что не хватает характеристик своего танка. И вот новый балансировщик должен решить эту проблему. Будет несколько разных шаблонов боев. Например, двухуровневые бои 6-9, 7-8, 5-10, 4-11. Трехуровневые бои 3-5-7, 4-5-6, 3-6-6, 4-4-7. Окей, собственно, сейчас уже можно, на самом деле, опробовать новый балансировщик и посмотреть, решает ли он главную проблему или нет. И новый матчмейкер можно испытать на европейском сервере. Там он запущен. Также есть еще на азиатских серверах, по-моему, запущен новый тест. Это сделано для того, чтобы тестировать на, ну, таком сервере, на котором не очень много народа играет, но и немало. Если сразу начать, наверное, тестирование на нашем сервере большом, то могут, наверное, возникнуть какие-то большие проблемы. Ну, например, могут быть игроки недовольные. Там все-таки европейская комьюнити более такое лояльное. Ну, и, к тому же, стоит отметить, что у нас, наверняка, тоже запустят этот балансировщик, только чуть позже. Для начала решили на Европе протестировать. И, собственно, сейчас вот я поиграл немножечко на европейском сервере, на годном танке ИС-6. Ну, и, в принципе, могу сказать, что бой на этом танке был неплох. И в большинство боев меня балансировщик устраивал. Но тут, конечно, в любом случае прямо сложно судить, насколько балансировщик стал лучше. Потому что тут нужно сыграть, не знаю, десятки боев. Это мало. Сотни, как минимум, а то и тысячи, чтобы, наконец-таки, понять, насколько все хорошо или плохо. На первый взгляд вроде бы все неплохо, но кажется, что вот, блин, не так это все может и получиться на нашем сервере. То есть, если на европейском сервере вроде как смотрится это все хорошо, но есть некоторые опасения, что просто в Европе не так много десяток и девяток прокачано. Ну, вернее, я на льготе играл, там только девятки. Но восьмерки тоже, в общем-то, будут затрагиваться обычные. Ну, вообще, как бы, основная проблема сейчас, что в восьмерке больше всего страдают. Льготные восьмерки попадают против девяток зачастую, а обычные восьмерки против десяток. Ну, там вообще полный разрыв. К счастью, спасает режим линейная фронта, где можно пофармить на восьмых уровнях. Ну, нам разработчики обещали, что льготные танки будут играться гораздо интереснее, бодрее и выгоднее. Ну, на первый взгляд, вроде бы, стало получше. Я бы не сказал бы, что прямо кардинально всё изменилось в лучшую сторону, но вроде как на европейском сервере получше стало играться. Хотя, конечно, нужно смотреть именно лучше на нашем сервере. То есть я именно буду уверен в том, что всё изменилось в лучшую сторону, только если это будет на нашем сервере. В любом случае, ну, то, что разработчики взялись за эту затею, это, я считаю, хорошо, потому что баланс в любом случае нужно было править. Как бы разработчики не хотели этого, ну, говорили о том, что дофига из-за этого разнообразных проблем там, и может балансировщик долго бои формировать. Хотя основная задача его всё-таки это не просто сформировать команду, а сделать это ещё и довольно быстро, чтобы игрок там не ждал по 5-10 минут. Ну, никто не будет просто ждать 5-10 минут на самом деле. Максимум человек может подождать минуту, а то и 2, там, ну, может 3, а потом уже начнёт ругаться, что за фигня. При этом ещё недостаток считается то, что, ну, люди со временем начали прокачивать очень много девяток и десяток. Ну, то есть, ну, раньше столько девяток и десяток не было, столько акций не было на разнообразные танки, а сейчас их просто навалом, и игроки прокачивают всё это дело, не останавливаясь, и по итогу девяток-десяток становится с каждым месяцем, там всё больше и больше, и, соответственно, в восьмёрке, когда начинают играть, они как раз попадают против девяток и десяток. Так что, в принципе, всё логично. Но новый балансировщик вроде как должен решить данную проблему. Каким образом? Возможно из-за того, что, ну, много станет как раз боёв, где там много танков в топе. Вот, например, шесть девяток, то есть шесть танков в топе, например, шесть десяток и девять девяток. Или шесть как раз девяток будет и девять льготных восьмёрок. То есть, в принципе, ну, кажется, что как-то это всё звучит не очень, но на деле вроде бы смотрится и играется получше. Не знаю, как это работает, но в любом случае нам остаётся только надеяться на то, что наконец-таки льготов, да и многие восьмёрки сделают так, что они не будут прямо страдать. Особенно, конечно, недовольны игроки, которые, ну, на стоковых танках играют. Им вообще полный ад сейчас на восьмёрках сражаться против десяток. Там их ещё и арта высокоуровневая закидывает. Даже если они умудрились как-то там спрятаться где-то, всё равно в любом случае долго им не пожить. Ну, и также ещё стоит отметить, что если у вас есть желание протестировать новый балансировщик, то вы можете сделать это на Европе. Но если нету там аккаунта на Европе, то просто дождитесь. Я так думаю, что осталось ждать недолго. И нам разработчики пообещали, что на отдельном сервере запустят такой вот тестовый балансировщик. Он, в принципе, уже готов. И можно будет его на каком-то там РУ, может быть, 8 или каком-нибудь другом сервере протестировать и посмотреть, как это всё будет работать. Ну, и, наконец-таки, возможно, ветераны, которые качали, вернее, не качали, а покупали льготы, когда-то в своё время надеясь, что это нормальные танки, они, наконец-таки, смогут действительно поиграть с удовольствием на льготах, как и раньше. А на этом всё. Спасибо, что смотрели. Желаю вам удачи. Пока.